Всем привет, друзья! Меня зовут Сагеров Иван, это мой канал Мистер Кэт. И сегодня я вам расскажу, какая же раса в игре Skyrim самая сильная, самая невероятная на сложности легенда. Ну, если вы играете, конечно, не на легенде, то эта раса, которая у меня в топе, которая самая сильная, она, конечно, имба. Она действительно невероятная имба. И в ней проще всего играть именно в легенде. Ну что, сейчас мы пробежимся по всем расам. Первая раса это Норд, друзья. У Норда у нас огромное сопротивление холоду. Аж 50, друзья, процентов. Сопротивление холоду, ну, 100% не бывает. Бывает сопротивление только 80%, по-моему, процентов. Есть еще поглощение. Ну, если вы возьмете камень от Ранаха, то холод, по-моему, вам будет пофигу. Дальше у нас талант. Талант у него, это боевой клич. Обращает противника в бедство на 30 секунд. Это классно. Это, между прочим, очень классно. Но, к сожалению, друзья, на драконах. На драконах это не работает. Не работает. Как бы мы хотели, или есть какие-то драурги-палачи, то тоже, друзья, не сработает. Ну, давайте вот самый-самый обыкновенный. Ну, все равно, знаете, всех пугать рано или поздно. Всех не напугайся. Плохой, ты выбираешь время, чтобы... Ой, спасите. Спасите. И свалила. Но она свалила до своих друзей, так что, я думаю, не буду гнаться за ней. Ну что ж, давайте следующую расу. Следующая раса это Редгарды, друзья. Как многие утверждают, что это одна из самых сильных рас для война в Скайриме. Давайте посмотрим его способности. Активные таланты это сопротивление ядам. Редгарская кровь дает нам на 50% сопротивление ядам. Неплохо. Для легенды, друзья, для легенды это очень неплохо, когда мы будем лазить в подземелье против фалмеров, у которых есть яд. Очень неплохо. Ну и против пауков, которые на легенде тоже ядом сильно-сильно дамажат. И талант у нас это ярость боя. Это запас сил восстанавливается в 10 раз быстрее в течение 60 секунд. Неплохо. Неплохо. Давайте это все посмотрим. Тут у нас, по-моему, есть... Да, волки. Идите, мои маленькие. Идите сюда. Сейчас посмотрим. Таким образом... Мы можем наносить постоянно. Постоянно мощные удары. Но это, конечно, не всегда. Не всегда выход, если противников очень много. Очень-очень много, друзья. Поехали к следующей расе. Бретонцы. Бретонцы очень-очень сильная раса, но в основном против магов. Против магов невероятно сильные. В активных талантах у него это сопротивление магии 25%. Класс. И талант, друзья, это драконья кожа. Драконья кожа это поглощение 50% магии от вражеских заклинаний действия в 60 секунд. Странно, что в своем прохождении я это никогда не юзал. Если мы возьмем камень от ранах, то будет еще 50%. Таким образом, с драконья кожа мы просто-напросто на 60 секунд становимся неуязвимым против магов, против драконов огня. То есть против всей, всей, черт подери, магии. Вот такая вот имба. Но, но это, конечно, не всегда достаточно, друзья. Не всегда. Если у нас, например, только физурон, то, извините. Например, на вас на легенде напала треволка, да? Вы использовали свои магические, но черт. Они же не маги, и нужно их быстренько убивать. Давай. Давай, давай, давай. Конечно, против магов мы сильные, а вот против всех остальных не очень, друзья. Не очень. Следующая раса. За Арганианина очень круто проходить, только потому, что добавляются новые фразы у стражников, ну и других NPC. Плюс более интересное такое, вот знаете, если вы прошли за человека, скорее, им будет интересно все-таки пройти за Арганианина. Из талантов у него это кора хиста, вы можете вас воззвать к хисту, чтобы в течение 6 секунд здоровье восстанавливалось в 10 раз быстрее. Очень, очень хорошо восстанавливается здоровье, но это, конечно, легенди не всегда спасает, но, друзья, спасает. И таланты это водное дыхание, то есть вы можете дышать под водой. Конечно, в Скайриме это не реализовано, и под водой особо не нужно дышать, ничего искать, потому что там ничего нету, лично проверял. И сопротивление болезням. Арганский крот дает 50% сопротивления болезням, я, честно, считаю, я никогда не чувствовал себя против болезни, какие-то проблемы. И это все можно легко вылечить, так что вообще, даже на легенде. А вот эффект, который восстанавливает нам здоровье, на легенде может сыграть роль, но почему-то в 10 раз быстрее, я не знаю, но восстанавливается так медленно, что все равно даже 2 волка на легенде меня разваливают довольно быстро, друзья, довольно быстро. И все, едем дальше, 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 дальше. Каджиты, друзья, каджиты, лунный сахар, скома. Ну что ж, у каджитов, друзья, талант это ночное зрение. Улучшает ночное зрение на 60 секунд, но я, когда его использую, только посмотрите. Оно ничего не меняет. Ничего не меняет, это разве что, если вы играете на ультра жестком режиме, у меня в секретах Skyrim в плейлисте, можете найти этот режим. Если вы играете именно по максимальному, как нужно играть, то да, в таком вот режиме зрение, конечно, улучшается. Ну, давайте просто проверим. Вот, подождем час и как оно на самом деле. Темнее, немножечко лучше. Ну, все равно, как-то зрение напрягается. И мне, честно говоря, друзья, некомфортно, некомфортно. Я думал сначала, что это будет классно, но потом, как поиграл, чуть-чуть не очень. Так что, такой вот талант не ахти. А эффектные таланты, активные точнее, это когти. И когти, между прочим, очень классно, если вы хотите с первых уровнях бегать без оружия. Потому что это сразу 15 урона, а так 9 урона со старта идет. Ну, все равно вы прокачиваете и нормально. Ну, и за коджито, конечно, лучше всего играть это без оружия. Да, можно играть полностью без оружия, чисто кулаками. Я играл на легенде. Очень прикольно, очень круто. И за коджито это, конечно, лучший, лучший, черт, бонус вы получаете, друзья. В моем прохождении, по-моему, было, где я даже Алдуина. Ого! Вы только посмотрите, как коджит развалил. Красавчик! Ну, еще бы чуть-чуть, и был бы это другой противник, кто умер бы. Ну, так, честно говоря, вообще офигенно. Коджиты, конечно, классная раса. Но мы отправляемся дальше. Имперцы. Имперцы, имперцы, имперцы. Таланты. Это голос императора. Успоказывает людей поблизости на 60 секунд. Но это только людей, друзья. Только людей. Вы представляете, какой это незначительный бонус? Незначительные. А вот активные таланты, это имперская удача. Это как бы везунчик, что ли. Везде, где можно найти золото, имперцы как-то умудряются найти чуть-чуть больше. И, возможно, друзья, возможно, если у вас прокачан перк ветки. Вот, смотрите. Ветка, по-моему, называется... Это взлом. Сейчас, 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 сейчас. Да, взлом. И если вы прокачаете вот эту вот охотницу с сокровищами, на 50% больше шанса найти особое сокровище, то вы будете находить еще больше. Еще больше. Я, честно говоря, чисто даже проверил. Я зачистил поблизости одну шахту и сравнил. Имперцем зачистил и нордом. Денег почему-то оказалось одинаково. Я не знаю. Если кто-то знает, в чем же, насколько больше, то обязательно напишите мне. Обязательно. Потому что мне довольно интересно, где он находит больше золота. Может, не в пещерах, может, ты чисто раз и идешь... О, золото. И это тебе как-то помогло. Ну, и голос императора, конечно, он неэффективен. Неэффективен против... Животных. Да, они не убегают. Не убегают. И благополучно. Нас, друзья, убивают. Дальше, 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 дальше. Лесной эльф, друзья. Лесной эльф. Из активных талантов, это сопротивление болезням. Честно говоря, бесполезное. И сопротивление ядам, которое более полезно. А талант у него, это приказ животному. То есть, если вас окружили животные... Сложность и легенда. Воу. И одно. Одно, друзья, становится. Всего лишь... Ха. Но обратите внимание. Нет. Это тоже стал нашим. Это тоже стал нашим. И что? Они будут бегать за мной, помогать мне? Или просто... Просто, просто... Мы спаслись. А вот этот все-таки... Ага. Он не попал. Все равно уже проще. Ага. Вот наши помощники. Ну, неплохо. Мы можем брать союжников, медведей. Наверное, пауков. И таким образом будет немножечко легче. Немножечко легче проходить Скайрим. Но... В пещерах. В огромных-огромных локациях. Я думаю, это вам не поможет, друзья. Но... Дальше. Темные эльфы. Обитатели Моровинда, друзья. В активных талантах они имеют сопротивление огню. Данмирская кровь дает нам на 50% сопротивление огню. Это неплохо, друзья. Очень неплохо. Притом, если мы играем в основном против драконов, это Скайрим. Уже, уже на сложности легенда мы будем выживать. И талант это гнев предков. Ну, то есть, это... Вот такой вот плащ. Как будто мы реально горим. Но анимация, конечно, другая. Да? А если мы используем его и плюс еще возьмем плащ, то урон будет дополнительным. Эффективным и очень-очень мощным, друзья. Где наши волки? Идите сюда, мои маленькие. Ага. Слишком близко. Очень хорошо дамажит, друзья. Очень-очень. Один умер, а те просто убегают. Они ждут, пока у меня закончится эффект, да? Да, или мое здоровье. Но все равно, это не помогло нам выжить. Благородный. Благородный высокий эльф. У него в талантах это высокое происхождение. Магия восстанавливается быстрее на протяжении 6 секунд. А активные эффекты это повышение магии. Высокий эльф от рождения имеет на 50% больше единиц магии. Ну, все мы знаем, что магия это не главное в Скайриме. Если вы знаете секреты, секреты Скайрима, зайдите ко мне, не знаете, точнее в плейлист и зацените. Ну что ж, а сейчас мы немножечко поиспользуем. Насколько быстро? Нет, достаточно быстро. На ранних, на ранних этапах. И мы кое-кого можем убить. Да, а, это у нас, по-моему, у меня тут 10 уровень, да. Ха-ха, это чуть сильнее. Но, тем не менее, противники, по-моему, тоже чуть сильнее стали. Очень крутой, очень. Но, к сожалению, это все равно недостаточно, чтобы стать имбой. Скайрима. Кто бы там что ни говорил, но, по моему мнению, по мнению канала Мистер Кэт, самая имбовая, самая сильная, самая невероятная раса, это орки. Да, друзья, с его талантом, ярость берсерка, в течение 60 секунд вы получаете половину урона. Половину урона всего лишь, друзья, на легенде. Это невероятно помогает. Невероятно. Очень, очень круто. То есть, и магически, и физически наполовину меньше урона. А вы наносите двойной. Двойной урон. Вы только представьте, сразу двойной урон. Ну, а потом, потом, друзья, когда вы стали уже сильным. И плюс, если вы, например, играете за вервольфа, вы кидаете ярость берсика, превращаетесь в вервольфа, и представьте, какой там дэмэдж. А у вервольфа есть еще колечко, которое позволяет наносить на 50% больше урона, то это просто становится невероятная имба. Но у него только талант. Разработчики не добавили больше ничего, потому что они знают, они знают, что это просто имбовый скилл, который... Изначально окажется фе-фе-орк, он такой страшный, не буду его брать. Это все задумано, друзья. Все задумано для того, чтобы... Для того, чтобы... Да ладно. Такое бывает? Легенда. Да. Я что-то в тестах даже такое не проявлял, что просто с первого... С первого мощного удара мы валим бандита на легенде, друзья. Вот вам. Вот вам настоящая имба. Настоящая. Невероятно. Если, конечно, вы другого мнения, то пишите, что вы думаете в комментариях. Ладненько. На этом все. Всем огромное спасибо. Зайдите еще в мой плейлист «Секреты с Харимом». А я думаю, вы узнаете очень, очень много всего невероятного. Ну, там как хотите. Спасибо, друзья. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Пока.